Сегодня река Ишим в Казанском районе вышла в поймы. Вот мы как раз находимся между деревней Ильинкой и Афонькиной. Здесь наглядно видно, как река вышла из берегов. При этом ситуация достаточно спокойная. Местные власти говорят, что разлив еще небольшой. По данным местного гидропоста, увеличение уровня реки произошло за сутки на 90 сантиметров. И это немного меньше, чем в прежние сутки. По данным Ильинского гидропоста, за сутки вода поднялась на 90 сантиметров. Здесь сегодня составляет 6,96. По многолетним наблюдениям, вода в пойму выходит где-то в районе 6 метров. Поэтому вот мы сейчас находимся, так скажем, в берегу протоки очередной. Потому что она как выходит? Она вот в одном месте зашла и потихоньку-потихоньку начинает растекаться. Ну вот, я говорю, сегодня она где-то уже в пойму идет в полный рост, так скажем. В селе Казанском, по расчетам местной администрации, большая вода может прийти уже на днях. Под угрозой подтопления сразу две улицы. Это Советская и Совхозная. Ну вот как раз спасти от этой воды поможет эта дамба. Ее буквально на днях укрепили. Сделали выше на целый метр. Через несколько часов дамбу укроют полиэтиленом, а сверху выложат 4000 мешков с песком. Хотелось бы, чтобы никого это не коснулось. Переживаем, конечно, за каждого. Пусть я не в зоне подтопления, но мне хочется помочь, просто помочь людям. Пришло очень много народу. Это у нас волонтеры, это наши местные жители, это представители организаций. То есть все мы знаем, что у нас сейчас остро стоит обстановка с паводком. В социальных сетях мы выставили пост, это уже второй раз. И откликнулось очень много народу. То есть в первый раз мы набрали 2000 мешков. Сегодня перед нами стоит такая же задача. Набрать 2000 мешков и сегодня уже начинать укреплять дамбы. Конечно, хочется мне поблагодарить от чистого сердца, как от волонтерского корпуса, так и от администрации Казанского района. Всех-всех наших волонтеров, жителей, которые откликнулись. Как говорится, беда нас сплочает, народ. Но мы знаем, что мы отстоим, мы выстоим, потому что такой дружной команды не может быть иначе. В Казанском районе к возможной эвакуации подготовили и пункт временного размещения. Расположен он в Ильинке и вместить может 250 человек. И, как говорят местные власти, 16 человек уже изъявили желание переехать. Екатерина Кальченко, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.